Кишечный грипп это когда кишечник чихает, делает так, ап-чхи, из него все вылетает. Вот это кишечный грипп. Но на самом деле так называют кишечную инфекцию. Так просто называют кишечную инфекцию. Сам этот термин абсолютно ненаучный, он абсолютно придуманный и, наверное, можно сказать так, обывательский. Потому что очень часто, когда мы испытываем простуду или ОРВИ, или какой-то грипп обычный, хотя не факт, что возможно по самочувствию отличить одно от другого и от третьего, то используются обезболивающие и жаропонижающие препараты, от которых иногда страдает кишечник. Вместе с ними используются антибиотики, от которых иногда страдает кишечник. И тогда человек начал болеть простудой и соплями сверху, и у него появились простуды и сопли снизу. И хочется связать это все в одну историю и списать эту вину на один и тот же вирус. Хотя на самом деле это медикаментозные последствия не очень правильного лечения проблемы в верхних дыхательных путях. Иногда кишечным гриппом называют ротовирус, который поражает непосредственно кишечник, или энтеровирус. Уже просто по аналогии, все симптомы, похожие на пищевое отравление, которые возникают, неожиданно называют кишечным гриппом. Если вы хотите решить свою проблему с ЖКТ, присоединяйтесь к гастрогруппе. Мы разберем симптомы, результаты обследований и выберем пути решения. Переходите по ссылке в профиле. Переходите по ссылке в описании.